Вы создали, вы создали, мой небесная! Фольклор, духовная культура, язык, обряды, ремесла, верования – все это он в себе объединил. Из поколения в поколение передаются традиции народного творчества. И сегодня о фольклоре народной мудрости забывать нельзя, ведь это историческая основа нашей культуры, неотъемлемая ее часть. Фольклорный ансамбль «Ладнка» – образцовый детский коллектив Московской области «Школа искусств имени Розума» может многое поведать о русских традициях. Это как историческая реставрация, как наши душоновские маневры, только абсолютно в таком мирном разрезе, полное такое погружение в атмосферу русской деревни, русского быта. За 20 лет коллектив объездил множество городов нашей страны, выступая на различных концертных площадках, фестивалях, конкурсах, в репертуаре десятки народных и авторских произведений. Трижды этот коллектив подтверждал звание образцового, а это многого стоит. Это стоит больших усилий, это стоит больших творческих вложений педагогов и детей, и родителей. Сегодня «Ладнка» отмечает юбилей – 20 лет со своей путеводной звездой. Название праздничного концерта говорит само за себя. Для коллектива этот длинный путь, признается руководитель ансамбля Светлана Королева. Серьезная дата – это проверка на прочность коллектива. Какой репертуар, скажите? Репертуар у нас самый разнообразный. Это разные области России, русские народные песни, авторские тоже есть. Очень много обрядовых действий у нас, которые дети с удовольствием ставят. «Ладнка» – неоднократный лауреат всероссийских и международных конкурсов. Для многих ребят участие в жизни коллектива стало началом творческого пути. Немало выпускников и в дальнейшем связали свою судьбу с народным творчеством. Поступили и окончили профессиональные вузы, музыкальные училища. Сегодня на фольклорном отделении школы искусств имени Розума занимается более 70 ребят, 24 из которых поют и играют в ладонки. Воспитанники изучают культуру и историю, музыкальную грамоту, народные композиции, обряды. Также обучаются игре на различных музыкальных инструментах. Мне нравится петь, а еще играю на гуслях. Это тяжело и классно. Так в течение двух часов на сцене Центрального дворца культуры артисты, талантливые педагоги, выпускники и обучающиеся радовали зрителя своим творчеством, не оставив равнодушным никого из присутствующих. Анна Бальет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.